Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007! И по итогам недавнего гайда о грубой силе я бы предложил нам с вами закрепить пройденный материал и немного поиграть в рамках рубрики «Секретный агент» на ладдере Грандмастера. Ну, как видите, за расу тернов нас благополучно кикнули за инактив, но ничего страшного, рейтинг по-прежнему довольно высокий, чего, впрочем, не скажешь о зергах, но зерги уверенно держатся в ГМЛе, протасы даже немного повыше на 148 месте. В общем, есть хорошие позиции, которые хочется только укрепить, и укреплять мы их будем именно с помощью грубой силы. Устраивайтесь поудобнее, давайте вместе покатаем хороший Старкрафт. Начало выглядит довольно любопытным. Мне попадается протас, у которого где-то там 5400 ммр. Ну, это такой, знаете, довольно ответственный дебют. Довольно ответственная первая игра, которую не хотелось бы проигрывать, потому что если проиграем, то потеряем много. Есть одна идея, на самом деле, что можно сделать. Давайте мы проведем раннюю разведку, которую совместим с завариванием инженерки на его базе. Попробуем сделать так, чтобы уже с самого начала для него игра пошла не по плану. А если его план вдруг не подразумевает постановку... ...новой локации, то это тем более... ...будет для нас хорошая полезная инфа. Так, от него разведка едет. Скорее всего, он, видя мою ССВ, должен выехать ее встретить, но это не важно. Мы все равно запилим эту инженерку. От него разведка, кстати, по стандартному таймингу после гейта. Он не вывел пробку встречать моего рабочего. Это довольно ощутимая ошибка. Я не оставлю газ, как вы заметили. Он мне там что-то сделал. Заварил второй газ, да? Интересно. Так, ну хорошо. Мне второй газ, признаться, не очень нужен. Давайте посмотрим, поставил ли он другую базу. Да, поставил. Хорошо. Мне это устраивает. Смотрите почему. Потому что моя база раньше, чем его. И моя база расположена нормальная. То есть... У меня есть сразу два преимущества над ним. Во-первых, я не буду терять время добычи на переводе рабочих. Вот, во-вторых, в принципе, моя база была раньше поставлена. Поэтому с ней все в порядке. Так. Давайте этого рабочего уведем. А, ну если у него сталкер дома, то это совсем изи. Это меня тем более устраивает. Хорошо. В общем, такой дебют мне определенно подходит. Второй газ мне не нужен пока все равно. Там два сталкера, ну окей. Мы не будем дальше настаивать. Можно будет сейчас поставить трой газ. И обязательно надо бросить скан. Увидеть готовый твайлайт. Это для нас хорошо. Скорее всего, там просто стандартный блинг. Саплай давайте вот так поставим. Глобально у нас план... Ну, естественно, связанный с такой тайминговой атакой. С двух баз. С переходом в третью. Все, в общем, как положено. По грубой силе. Много пехоты, мало микро. Желательно прийти до того, как у него там... Будет готов условный шторм. Или еще какая-то билиберда. Из-за которой мне может быть больно. Потихоньку надо набирать газы. Тут пока не будем спешить с технической лабораторией. Давайте отменим мариков. Прям надо вот так побыстрее сделать. Чтобы получить медиваки. Так, смотрите. Там был твайлайт, поэтому... Ну, просто чтобы была, давайте, туретка. Я не супер верю, на самом деле, в дарков. Но мне кажется, у меня было довольно неплохое начало. После которого не хотелось бы... Брезговать такими, знаете, стандартными мерами предосторожности. Мы все-таки играем не бомберовские билды, знаменитые в которых... Сплошная халява, да? Мы играем грубую силу, в которой определенные предосторожности. Все-таки это нормально. Так, думаю, надо отменить Грейтлс 1 на атаку пока. Сейчас обязательно закажем следующий апгрейд. Так. Апгрейд на атаку, имею ввиду, в инженерке я так что заказал. Ну, я думаю, мы сначала пятый барак поставим. Посмотрим вообще, что тут происходит. Ничего интересного. Нет, тут что-то интересное есть. Ух ты. Давай. А чё, ты буст не нажал? А у тебя буста нет. Вот это плохо. Это прям реально плохо. Потому что я именно в этот медивак посадил юнитов, да? Так, ну ладно. Ну? Здесь немножко надо контролить Все-таки, к сожалению Моему огромному Но Это нормально Так, ну все, получается, мы отбились Правильно? Пристройки Надо бахнуть Бункер продаем О, тут все настолько хорошо Так, раз все настолько хорошо У нас, во-первых, гигантское количество Рабочих, которым на самом деле Уже бы не помешала, знаете Готовая база Ну тут уж Ничего не могу сделать Базы нет, но вы держитесь Нужно вот так Перевести Пойдем Его двухбазовая атака Как бы не удалась Поэтому У нас все хорошо Причем во многом хорошо Из-за того, что То, что делал я Тоже было больше всего Похоже именно на двухбазовую атаку И в принципе Примерно ею и являлось Просто когда я пошел вперед Я встретился с его войском И как бы Эта встреча получилась Достаточно теплой Давайте вот так сделаем Вроде снова таки все хорошо И реально не хочется По глупости проигрывать Все, полетели либераторами Здесь у нас все прям Супер здорово Даже если он сейчас отреагирует На этих либераторов И убьет их Ему придется распределять армию У меня есть скан какой-то, нет? Давайте смотреть, что тут Зилеты Какие-то сталкеры Так, ну тут вроде все сталкеры То есть на либераторов Он не реагирует скорее Уходим просто Начинаем кайтить Все, и сейчас смотрите Все как положено По грубой силе Мы открыли второй фронт Либераторами, да? Вот И ему нужно микрить здесь А либераторы в это время Наносят урон Все, помикрили Либераторы тут постреляли Очень много всего убили Все очень хорошо Это что, Дарк Шрайн? Угу Хорошо Он играет Дарков Я как-то А что я сейчас делал? Я отправил своих юнитов назад, да? Ну все, вот здесь он пусть дерется Мы опять убиваем ему рабочих Все, мы микрим здесь Ну как микрим? Стоим, смотрим, как наше войско убивает его войско Он вынужден реагировать на либераторов У него на это нет ни времени, ни желания У меня плюс два на атаку готов То есть теперь я и по грейдам впереди И все Ну единственное, что меня в этой игре расстроило Мне пришлось немного помикрить, конечно Но Объективно говоря Грех жаловаться Ладно Он не сдается Он рассчитывает еще, наверное, на Дарков Там, я не знаю, на что Давайте мы точно призму никуда не пропустим, да? Не пропустим же У меня Хватает маны в орбитальных станциях на сканы Если что, то есть я Видите, сохраняю здесь Здесь ману Поэтому, если там будут сканы Поверьте Ой, в смысле сканы О, смотрите, кто у нас есть Если будут дарки Поверьте, сканов мне хватит Ну что, еще Надо гостакадемия, наверное, добавить, да? Для пущей надежности Если там вдруг шторм Колоссов ему сложно перестроиться Потому что у него экономика вообще не в дугу Что у тебя, дружище? Ну это не армия Ладно, все Пришло время заканчивать Тут уже можно не микрить Не создавать второй фронт Просто смотреть, как его армия разлетится Да Ну, конечно Здесь стоит делать поправку на уровень соперника Но я думаю, что именно По принципу Брутфорс Мы все сделали правильно То есть Чуть-чуть помешали сопернику вначале Я его разведал Потому что он слабее И мне нужно, как бы, быть На стороже По добыче Как видите, я был все время впереди Здесь у него была армия лучшая Но За счет бункера Вот сиделись дома И потом просто Раз либераторами залетели Видите, он вниз сразу по инкому Два либераторами залетели Он снова вниз по инкому Мы либераторами не контролили Контролить нужно было ему Он не справился Это прекрасно Мы снова 5800 тираны Все супер Давайте пойдем поиграем за зерга Хороший и мощный протос Мне попадается Сейчас вы его увидите Оп Спаз Протос 6000 ммар Ну, это будет серьезно Это будет прям очень серьезно Потому что Матчапы против протоса у меня Не сильнейшие, скажем так За любую расу Даже за терранов Несмотря на то, что я только что победил Да, надо делать поправку На уровень соперника Против зерга я затерна Чувствую себя комфортнее Ну, посмотрим Спас вроде не фотончик, да? Есть такая надежда Робкая Я на самом деле Не супер доволен тем Как я играл В предыдущем сете Но Результат есть По стратегии Все делал хорошо Просто как-то Немного лениво Играется пока Знаете, я как будто Немного Ну, не настроился Что ли Такое По выходному Расслабленное состояние Но я думаю Что это быстро пройдет Стоит Получить первую пощечину Атоса Сразу Поверьте Секретный агент Включится на полную мощь Вот Но если я сейчас На расслабончике Еще обыграю Шевск Атоса То, конечно, можно Совсем уже Начинать Почевать на лаврах Тогда вам придется Написать в комментариях Что все идеально Ну, понимаете, да? Все как В прекрасном видео С Никой Полин Так Все Парень нахарасился Что это такое? Что это за Подгоревший Кусок сыра Ты будешь Меня чизить, да? Ты на это Намекаешь? Смотрите У него сразу Заказан Грейд на варп Я никуда не полечу Своим овером Как я это делаю В десяти Случаях Из десяти Если Грейда на варп Нет Так Ты думал Ты увидишь Есть у меня хата Тут, да? Или нет? Наивный Обожаю Этих Наивных Протосов Все, дружище У меня чиз Ты проиграл Готовься Знаете, какие у меня есть мысли? Есть мысли, что там робот Вайлайт Судя по тому, что я вижу Смотрите Там вообще лажа какая-то Он рабов Он не строил нормально Все, давайте, короче Дальше Отбывать Нормально газ Я немного рискну Сыграю чуть в другом формате Чучу-чучу-мачечий Ой Дважды мимо Поняли Дважды пытался спасти дрона Дважды не попал Неудачник Так Не знаю У меня ощущение, что там Какая-то призма сейчас полетит Какая-то такая Билиберда Все, я дронов уже построил Сколько хотел Сейчас буду роучи делать Потому что я прям реально жду Какой-то фигни Так, у меня везде есть Оверы на позициях Нет, не везде Ну че, надо разведать Получается А, ну вот Сто пудово там какие-то Дарки Да, вот Дарки идут Так, ну давайте Что за билиберда Можно Они начнут умирать Как-то, нет Че вообще Ладно Что тут у него Проблемки, да С Нексусом Оп Красота, ребят Ну мы сейчас просто Топовую штуку сделали По-моему Так Единственное, что Надо сейчас оверов Потихоньку спасать Потому что Обязательно Да, да, да Обязательно Вот эта билиберда Сейчас начнется Ну ладно Смотрите У нас Вам все не дурно Я бы сказал Единственное, что Я сейчас начну терять Криптуморы Скорее всего Потому что Объективно я Объективно я Немножко не готов Сейчас разделять Свою армию Ну и не готов Вообще с этим Товарищем По мультитаску Воевать Так И все Смотрите Кончена Моя история С дронами Да, да, да Вот я про это говорил Что я буду Криптуморы терять Как бы Вот так Это примерно Будет происходить С дронами я все Потому что Я не знаю Мне кажется От него может быть Какая-то тайминговая Атака просто То есть я пока Даже видите Четвертую не ставлю У меня прям ощущение Что он дальше В атаку пойдет Просто и все Ну Нархону Так что Потерял Савчик Да Я потерял Таракана Ничего страшного Так Ну Сейчас Наверное Можно Се Чуть-чуть Больше Позволить Заказать Наконец Четвертую Ну Видел Кучу гидры Которая у меня Кстати Без апгрейда Интересно Какой дальше Будет его реакция Еще он видел Что у меня нигде нет А ну вот Видите Вот как бы я Примерно этого И боялся Пошла атака С его стороны Все мне надо Срочно строить Рачей Я даже Одну плетку Добавил Не факт Что я буду Отбивать Эту базу Очень Несвоевременный Саплай блок Знаете Что мы Сделаем Мы сейчас Сделаем Вот так Потому что Я очень Боюсь Что это Будет Развод По двум Фронтам Это Не задумываясь Просто мы Отменяем Я должен Стоять Широким Фронтом Гидра Чуть Сзади Нет Дальности Это Ужасно Вот Тут прям Обязательная Стенка Потому что Есть Есть Подозрение Что он Может Попробовать Зайти С разных Сторон Так Ну хорошо Все Теперь он уже Не хочет Никуда идти Да Он мне Просто отменил Базу И все Это Славно Так Давайте Может еще Спорку Какую-то Влепим И вперед Пойдем Теперь По идее Уже Мой тайминг У меня Плюс 2 На атаку У меня Сейчас Лимит У него Плюс 1 Всего Пока Хорошо Пойдем Да У меня Нет пока Скорости Гидры Она В процессе Сила Как вы понимаете У меня тут Максимально Грубая Прям Просто Куча Раучи Гидры Которая Сейчас Пойдет Через Атаку Воевать О А давай Ты прям Прям вот здесь Будешь воевать Нет Не хорошо Так надеялся Ну давайте Если шторма еще нет То все должно быть хорошо У меня плюс 2 Шторм уже есть Да Может он блефует Нет Блефует Уже есть шторм Создаем Такие искусственные Кучки На самом деле Сейчас Надо бы Создать Второй Фронт Но Я просто Боюсь Что Я сам Себе Слишком Сильно Усложню Задачу Хотя Блин Давайте Попробуем А он Не создает Второй Фронт Видите Сейчас он Играет По грубой Силе А где Призма Вообще Непонятно Я все еще Очень сильно Впереди По грейдам Поэтому И тут И дерусь Но Очень круто Штормит Да Ребят Ну 6 Катас Это Неплохо Это Прям Реально Неплохо А Люркер Дэн У меня Не был Поставлен Да По какой-то Причине Интересно Давайте Попробуем Еще одну Волну О Кстати Дарки Подъехали Попробуем Просто Еще одну Волну Попробуем Как-то Пробить Не получится Выйдем У меня Большой Боевой Лимит Не хочется Конечно Долбиться Сюда В одно Место Но Просто У меня Других Вариантов И нет Как бы Понимаете Что там За дичь Там Что куча Дарков Или Почему Прям Так Все Лопается Нет Там Нет Дарков Ну Просто Лопается Потому Что Там Уже Плюс Два Да Есть Ну Неплохо Посражались На самом Деле В какой-то Момент Может быть Даже Я бы И пробил Если бы Создал Сам Какой-то Второй Фронт Но Он Сыграл Объективно Лучше Он Меня Как раз Грубой Силой Переиграл То есть Он Собрал Такую Ж В два Кликовую Армию Как та Что Есть У меня Но При этом Он Меня Развел В какой-то Момент На два Фронта А я Смотрите У меня Логика Была Такая Вот Я Был Впереди По Количеству Рабочих Я Понимал Что Моя Армия Чуть Лучше Я Был Впереди По Добыче Ресурсов За счет Этого Я собрал Армию Посильнее Был Впереди По Апгрейдам В какой-то момент Мы Дрались 2 1 На 1 0 Но Действительно Такая Армия Зерга Гидра Роуч Реведжеры Ну Сейчас Наверное Не особо Круто Работает Хоть Я собрал 200 Лимита От него Было Не особо Толку Имморталы Зилоты Архоны Просто Сильнее Когда Там Еще Появился Шторм Так Тем Более Он Сыграл Здорово Он Молодец Давайте Сами Поставим Протоса И тоже Тоже Кого-нибудь Сейчас Зазилотим Если Получится Ну что Как раз Попадается Зерк Баркод Не успел Заметить Кто это ММАР Но вроде У него Была иконка Не Грандмастер Лиги То есть Либо Немного Инактивный Как я Либо Не очень Высокий Рейтинг В любом Случа Сыграем Стандартно Разведаем После Гейтвэя Не будем Подвергать Себе Лишней Опасности И Обязательно Обязательно Построим Очень Много Имморталов Зилотов И архонов Прям Я уже Вижу Как будет Развиваться Эта игра Вижу Ее От начала До победного Конца Стенку Я вроде Нормально Начал Ставить А то У меня В какой-то Момент Возникло Подозрение Что этот Гейт Криво Стоит Знаете Что Мне Единственное Не понравилось Меня Не разозлила Предыдущая Игра И поражение Господину Спазу Просто потому Что он Сильнее Играет Действительно И это Было Видно По многим Моментам В игре Так Ну тут Традиционно Попугали Попугали Я же понимаете Я того так Пугаю Но Один раз Я реально Приеду И там Начну Фотонить Какого-нибудь Игрока Который Будет уверен Что я Там Просто Как обычно Фейк Играю А я Вот Возьму И Фейкану Понимаете Вполне Реальная История Все Со стенкой Все Хорошо Так Надо Рабочих Активнее Отправлять На газ С моими Старгейтовыми Планами Просто Играем Старгейт Там Через Адептов И потом Обязательно Обязательно Имморталы Зилоты Архоны В больших Количествах Можно конечно Попробовать Сразу Пойти В Адептов Но я просто Не доверяю Этим Непонятным Баркодам Он у меня Не заблокирован Надо было Раньше Посмотреть Немножко Немножко Нагловато Как я люблю Прям летит овер Давайте мы его Сталкером Собьем Так То есть Один линк Побежал Заниматься Своими Делами Да Какой Хитрый Смотрите Он Отправил Овера Назад Это очень Странно Сейчас Там прибежит Одна Собачка Да Это Норм Одна Собачка Мне ничего Не сделает Понятно Да Что это Разведка Но Так Иди Как раз Вот эту Собачку Убивай Там Вроде Не добывается Газ Похоже На то По крайней мере Что По стенке Алекс Есть Идеи Смотрите Я не знаю Что я здесь Сделал Просто Какую-то Чушь Феерическую Вообще Просто Сейчас Бред Какой-то Происходит Потому что Я запорол Стенку Ну да Понятно Просто Феерические Невнимательные Как-то Поняли Прям Прям Плохо Играю Вот именно Плохо Ладно Нормально Кривая Вывезет Так Считаю Мне кажется У меня сейчас Должно Быть ощущение Что он играет Просто против 5к Какого-то Непонятного Человека Так Феникс Развлекайся Все Знаете Как будем Компенсировать Вот эти Мои Приключения Будем Компенсировать Халявой Просто Строим Кучу Пробок Просто Делаем Вид Что Все Будет Хорошо Уверенный Вид Делаем Так Все Идем Гулять Адептами Адепты Нам Сейчас Расскажут Насколько Все Хорошо Или Не Очень Если Он Не Готов А Он Не Готов То Это Превосходно Да С лингами Я готов Воевать Салый день Тут Еще Давайте Немножко Пофокусим Дрончиков Что это такое Эволюцион Бейлинг Нест Так Ну в принципе Все понятно Хотите знать Как у нас дела Шикарно Господа Просто шикарно Удачи Ему С этой Атакой Я думаю Он сам Мне не верит На самом деле Так Хорошо Я отменил Какой-то Бредовая Атака Я не знаю Что он Хотел добиться Так Нам нужны Темблар Архивы Нужно Много Пилонов Нужно Оптимизировать Добычу Так Самую Малость У нас Все Прекрасно Опять-таки Не устаю Это Подчеркивать Четвертая База Это нормально Пусть Ставит О Смотрите Тут есть Овер Халявный А еще Там Будут Халявные Дроны Их Можно Поубивать У нас Будет Четвертый Нексус Не 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 Оракул Вот так Пожалуйста Все 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 Обязательно Дальше Делаем Грейды Он По идее Играет В стандартном Стиле Там Через Бейлинга Вот это Вот Все Это Все Добро А мы Скоро Начнем Приключения И Харас Нашего Зергушонка По разным Направлениям Прям В обязательном Порядке Шторм Я не буду Делать Да Куда Те Все Нанесет Что Это За Бред Брейды У него Еще Нулячие Так Нам Нам Нужен Здесь Пилон Но Он Очень Хотел Конечно Сбить Мне Эту Локацию Тихо 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 Контроль Карты У Месье Грейды Еще Грейды Грейдов Мало Не бывает Все Сейчас Пойдем Развлекаться Сейчас Начнется Мой Да Ты Просто Смотри Что Вытворяет Как он Это Делает Я Так Не Умею Карту Контролировать Ну Все 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 Убедил Он И Здесь Ты Прекрати Слушайте Контроль Карты Такой Я Что Начинаю Прям Становиться Подозрительным Ладно Мне надо почистить Слизь Че Ченжлинги Хорошо Деремся Бред Он Хорошо Нам все Реагирует Но У меня Все Равно Есть Сомнения Что Он Справится Все Видите Я контролю В одном Месте Он Контролит В нескольких Все Как Мы Любим Призма Все Так Умерла Да Ладно Все Ему приходится Кругом Бегать Вот Это Армией Там Заниматься Непонятно Чем У меня Куча Денег У меня Третьи Грейды У меня Четыре Нексуса Я могу Спокойно Ставить Пятый Я могу Готовить Переход В карьеров Я Много Чего Вообще Могу В этой Жизни Сейчас О И ты Хочешь Подраться Когда у Мне Как раз 200 Лимита Иммортала Архонов Это Да Это Самоубийство Видите Ему Просто В итоге Приходится Ити На Самоубийство Потому Что У него Ничего Нет Я Убил 42 Рабочих А Вы Заметили Когда Я Это Сделал То есть Я Только Адептами Там Реально Что-то Контролил А так Че Я Че-то Делал Хорошее Важное Нет Я Просто Сделал Грейды Построил Имморталов Зил Это Вархонов И все И на Любом Этапе Игры У меня Было Все Хорошо Удобно Ребят Удобно Играть Грубой силой Особенно За протас Особенно В таком Формате 5400 Сколько У него было 70 Не самый слабый Зерк На самом деле Это не то Что прям Какой-то Какой же Нубас У меня В даймонде Лучше Играют Нет Нормальный Игрок Ну Просто Вот Я еще Вспомните Как отвратительно Начал Линги У меня Бегали Стенка У меня Отстой Но Ничего Видите Кривая Вывезла Даже Не знаю Давайте Попробуем Еще раз Зерга Может Мне не Протас Попадется И будет Как-то Попроще По крайней Мире Я хочу В это Верить Но Сейчас Узнаем Так Мы узнаем Что попадается 5239 Но Протас То есть Вроде И 5200 Но Вроде И Протас Ладно Что нам С тобой Делать Друг Ну Как обычно Против Слабых Игроков Давайте Попробую Нет Ни в коем Суть Нельзя Называть Слабыми А то Обижаются Все Мои Подписчики Как обычно Против Игроков Которых Уровень Которых По идее Ниже Моего Я бы Скорее Попробовал Начало Которых Немного Собьется План Заставит Допускать Ошибки Что Так Прям Ленивый Сейчас Реально Так Я как-то Прям Слабо Кликаю Как-то Прям Мне Сейчас Только За Протас Играть Честное Слово Так Едем Сюда На самом деле Плохая Траектория Я мог бы Пересечь С его Разведкой Я думаю Ничего страшного На Симулакруме Вроде Можно выбрать Траекторию Попроще О Слушайте А что я буду Делать Если он Фатончик Буду Проигрывать Есть Инфа Вон Едет Пробка Я Все Видел Я на самом деле Могу Уже Проверить Фатонки Не Фатонки Нет Он просто Гейт Слишком Рано Приехал Но он Все равно Не успеет Среагировать Тем более Не тот уровень Чтобы он Сразу понимал Что это за дрон Что он делает И что происходит Ну хорошо Блаевский Билд Играем Хата дома Хата в гостях У него Какое-то Очень Резкое Решение Он поставил Второе здание Сразу Если это Второй гейт То мы уже В дамках Второй гейт Это в 90% Случаев Реакция Неправильная Но Количество пробок Он вывел Правильное Для того Чтобы спиливать Хату В этом плане Он все делает Неплохо Да Ровно 6 пробок Все правильно Он зря убрал пробок Одна пробка Из зил От этого Мало Так Видите он Очень много Времени на этом Эволюшине Потерял По итогу Но я не даю Ему нормально Теперь поставить Нексус Нексус Так Это Старгейт Хорошо Ну я в километрах Впереди В этой игре В данный момент Все полностью Понимаю Его билд У него Очень поздний Нексус У меня Три базы Уже есть То есть Фактически На данном этапе Это выигранная игра Сейчас надо Просто не допускать Грубых ошибок И у меня Все будет В шоколаде Не успел Отменить Ладно Это косяк Надо было Успеть Ну все Дронов Очень много Надо Споры Сейчас поставить Адепты Встречаем Естественно Все Можно еще Королев бахнуть Только не здесь Наверное Здесь Так Тут Ну ладно Овер мне был Как раз Не нужен Но Все Сразу Плюс один На кого Делаем Тут Попробуем Прям четко По брутфорсу Сыграть Плохо У меня Развешены Оверы Я пока Вот я вижу Теперь Вижу Откуда Летит Оракул Все Тут Две Королевы Есть У меня Все Прикрыто Там Еще Что Летит Снова Оракул Знаете Что Немного Обидно Вот Почему Когда Я играю Против 6к Игрока Я Допускаю Очень много Необязательных Ошибок Из-за которых Там Помните Я например Пару дронов Потерял Да В начале Вот Здесь я допускаю Много ошибок Которых Во-первых Можно было бы Избежать И во-вторых Реально Из-за которых У меня Плохие перспективы Дальше в игре Здесь я играю Против парня Которого Я бы мог Обыграть И даже Если бы Допустил Много Ошибок Но Я вот Их Не допускаю Не то Чтобы У меня В планах Сейчас Срочно Наошибаться Но Овер Плохо Плохо Оверы Должны Висеть Так Чтобы Я На каждом Этапе Игры Понимал Откуда Ко мне Прилетят А тут Видите Прилетели А я Такой Прямо Так и Говорю Так Ну это Изи фраги Вот это тоже должен был быть Изи фраг Но я чуть-чуть Неправильно сыграл Изи фрага не будет Ну Убьем Нексус Слава богу Все Надо дальше Дронов Нексус мы убиваем Вообще без вопросов Нам надо Еще помимо Нексуса Побольше всего съесть Ой ты Боже Так Это даже Да Ну Немного даже Обидно То есть я в этой игре Сыграл прям очень хорошо Кроме одного момента Я чуть неудачно Оверлордов Развесил А у него прям Все с рук валилось Ну наверное так и происходит Понимаете Чем сильнее игрок Тем наверное Больше Вероятность того Что он вас будет Заставлять ошибаться Даже когда вам кажется Что Ошибаться особо Негде Ну Странная получилась игра Ну ладно За Зерга Немного восстановили Моральное состояние Очень грубая победа была Прям невероятно грубая Возвращаемся к Теранам Так Ну это за гранью Фола Мне 6500 Протос попадается Это не смешно даже Я не знаю Что делать Именно В матче Петеранам Против Протоса Я не чувствую Вызова При такой разнице В рейтинге Вот если бы это было 6500 Зерг Я вообще с такой Готов Готов рвать А тут Ну че мы сделали Че мы сделали Не знаю В последний раз Когда я играл Против 6500 Протоса Это был мана Он просто унизил Меня первым адептом Сталкером Я не буду разведывать Я попробую Прохалявить Прям попробую Все очень жестко Соптимизировать Дома Сделать какую-то Атаку Марике со счетами Танки Что-то в этом духе Там со срывом Рабочих Может даже сразу Под вторую базу Игнорируя третью Ну то есть Что-то такое Прям радикальное В макро 6500 Протосом Это как-то вообще Утопично Чизить прокси Бараками Немного не мое Поэтому тоже Попробуем Такую грубую силу Собрать Нужно к ней В теории Добавить Какого-то Либератора Но тут Разводить 6500 Парней на Мультитаск Это Такое Довольствие Сомнительное Он прям Очень полноценную Разведку Проводит То есть Единственное Что он сейчас Не увидит Не увидит Мой реактор Он увидит Мой реактор Та пошел ты О Так Ну мне повезло Здесь Объективно Просто повезло Я забыл Забыл упомянуть Если там Какой-то жесткий Чиз Мы просто Проиграем И все Мне пофиг Я Не вижу Профита В надежной Игре Против Парня Который Не устал До сих пор Пробкой кататься То есть Я устал Я устал уже На нее смотреть А он Не устал Ею кататься Так Мы экономим Даже на бункере Если что Я прям Не шучу Мы экономим Мы экономим На всем Мы делаем инвестиции Только в Реально Нужные нам Вещи Бункер Бункер При определенных Раскладах Мне тоже Нужен Но Только При определенных То есть Я экономлю Максимально Он может Подозревать Что я пойду В какой-то выход С гелионами Мне кажется Что он может Это подозревать Мы делаем Сиклона Тут мы ждем Пока Его сталкер Подойдет Куда-то дальше То есть Пока мне Вообще Не в кайф Что с ним делать Естественно Бросаем О Подходи Да-да-да Я понимаю Что там будет Второй сталкер Как он увидел Куда этот Вижен был Сейчас Сейчас появится Второй Короче Циклон Сейчас появится Все И будет Минус сталкер Так Хорошо Я думаю Там Блинк Может Роба Не знаю Все деньги Под ноль Соплай блоков Нет Билд Идет Хорошо Хорошо Еще то Что он пока Не знает Что это Забил Все Мы идем Обязательно Нужен Циклон В этом Билде Потому что Он не позволяет Как-то Нагло Кайтить Так Не будет У меня Газа На Либератора Но Пивать Да У него Уже Блинк Понятно Но Обязаны Ити вперед Та Хорош Вот здесь Мне Не повезло Прям Очень сильно Не повезло Ну Плохи Мои дела Он успел Получить Даже Иммортала Четы У меня Готовы Да Что за Фигня Стимпак Стимпак Так Ну есть Хорошая Новость Но Выключается В том Что Его Третий Нексус Достаточно Поздний Остальные Новости Прям Безнадежно Плохие Все Стриггерил Барьер Та Хорош А мои Морики Все Умерли Да Пока Я Куда-то Втыкал Не Ребят Это Немножко Не мой Уровень 6500 Протоса Он Меня Убивает Контратакой Сейчас Просто Элементарно Я Не Успеваю Приготовиться Да У него Мало Сталкеров Осталось Но Сейчас Подойдут Новые Как бы Кина Не будет Да ГГ Давайте посмотрим Как там Сражение Прошло Которого Я не видел Че там С мариками То Случилось Колосс Ножег А Ну Он Меня Просто Выманил Под колосс Ну Уже 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 Поэтому Мы Даже Не Посмотрим Кто Это Был Но Это Был Кто Прям Прям Хороший То есть 6500 Понимаете Не шутки Вот сейчас Я реально Настроен Настроен Побеждать Абсолютно Равный Мне соперник 5800 Зерг Не заблокированный Все Вот это Прям Прям Мотивация Прям Прилив сил Как бы 6500 Проц Сами Играть Не готово С 5800 Зерг Обязан Это Вот Чисто 50 на 50 Я чувствую Прям Готовьтесь К такой Потный 20-ти минут Зарубе Там Зерг Уже Едет Ставить Прокси Хату В этот Момент Но Вы готовьтесь Есть много Людей Кстати Которые До сих пор Считают Что Сначала Я играю Играю А потом Комментирую Или Сначала Я смотрю Реплей 25 раз А потом Я его Комментирую Вот Поэтому Специально Для вас Ребят 100% Инфа Зерг Уже Едет Ставить Прокси Хату Вы Не в курсе Но Это уже происходит И я Играющий Какое-то время Тому назад Эту игру Тоже не в курсе Был Ладно Сейчас узнаем Что там Оверкуда-то Сюда летит Попробуем Его поймать Потом С хатой Все в порядке Тайминг Стандартный Ой Или Ой да Ой да Немножко Оптимизируем Экономику Хочу больше Минералов А то я Потерял на разведке Много Я этого рабочего Домой Пока Не возвращаю Я же могу тут еще И здание Какое-то поставить Правильно Все Он знает Что тайминг Гриппера Пришел Вот дает Парень Ладно Все Я отлично Задержал хату На самом деле Вот это моя разведка Она полностью Окупилась Очень круто На супер Ровном месте Но Тем не менее Ладно Давайте мы Полетим Что-ли Овера Собьем Куда-то Странно Завернул Рабочий Я думаю Оверс здесь А он сам Летит к нам На встречу Как мило Ну все Геленов совершенно Не обязательно Было показывать Очевидно Но это Мой косяк Так Все Как положено По Брутфорсу Можете сравнивать Мои тайминги В этой игре С теми Которые я показывал В обучающем видео Прибегают собаки Удачи им Счастья Здоровья Всего наилучшего Так Они куда-то делись Да Ну и ладно Все Ждем готовности Fusion Core Что это такое Откуда оно здесь Зелось Фу Это Прям максимально Не по плану Что это Как это Откуда это Кошмар В шоке Ну че Убивать его Батлкрузером Как я пропустил Его Слушайте Напишите В комментариях Его было видно На миникарте Или нет Потому что Это совсем Совсем Прям слабо В билде Где надо Не дать ему Инфу Я дал ему Инфу Тупо На халяву Ладно Он бы там Вложился В грейд На скорости Овером Тогда я бы Скал Оу Здорово Он там Инвестировал Что-то Ладно Че Какой мне доктор Кстати несет Все Я никуда Не буду Телепортироваться По итогу У меня Такая мысль Да Хорошая мысль Между прочим Полетели Наивный Наивный Думал Я щас Как Протонусь А я Вот Не протонулся Че у тебя Понятно Ну это Вообще Не страшно Я просто Никуда Не полечу Баттлкрузером Понимаете Закажу Двух Торов Полетаю Тут Немножко Ставлю По туреточке Соплай Обязательно Не знаю По-моему Идеально Все Ну вы скажете Алекс А как же Разведка А если Там А вот Что Вы подумаете Что именно Там такое Должно быть Чтобы меня Это убило С учетом Того Что я Проскаутил Уже Готовый Шпиль Почти Готовый Что Меня Убьет Конкретно Пожалуйста С чувством С толком С расстановкой Расскажите Мне Удачи Вообще Муталисткам Прям Прям вот Удачи Желаю Ну Пока Все что он делает Очень Сильно Мимо Кассы Либератора Сразу Нет Либератора Отменяем Заказываем Грейда Не важнее Я Просто Максимально Не интересуюсь Его жизнью Ребят Он может Делать Все что Хочет Как же Мне нравится Играть В таком Формате Грубой Силы Просто Просто Чью Не Ну ты Не наглее Ладно Я Аж Могу И Навалять Так Так Нам Надо Теперь уже Заказать Либераторов Сейчас Бросим Скан Посмотрим Вот это Увидим Да И Все И пойдем В атаку Скоро Не Наглей Не Наглей Бедно Он так Старается Он там Бэйнами Закатывается Он Прям Столько Всего Делает Его Наверное Так Бесит Что Я Просто Сижу И Вот Ничего Вообще Не Делаю У меня Даже Баттл Никуда Не Полетел Он Тупо Дома Был Все Это Время Представляете Вообще Сколько Это Нагло Прям Сколько Это Вот Не По Старкрафтер Ски Так Ну Все Погнали Вас Сюда Так Вас Сюда Погнали Мне Кажется Он Сейчас Увидел Да Ладно Мне Что Кажется Что Короче Эти Ребята Не Должны Никуда Идти Да Видите Он Нашел 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 Домой Удачи Удачи Так Ну Тут Все Он Убил Мне ЦЦ Но Ничего Не Дает Не знаю Я не понимаю Как он может Это сражение Выигрывать Просто Не понимаю Это Невозможно Хорошо Я потерял Базу Так Давайте посмотрим Сколько он Баз потеряет Хорошо Он лингами Забежал Прям Правильно Но это Ему Прям Настолько Ничего Не дает Оп Каскадерский прыжок Так Кажется я шикарно танком принялся Там слон Опа А вот это Неожиданно Это на самом деле Не то К чему Я сейчас Круто готов Так Окей Ха Секундочку Секундочку Я забыл Я тебя просто забыл Танчик Прости меня Против слонов Надо как-то мне так Интересно Разложиться Прям Интересно Я думаю Я достаточно Интересно Разложился Чтобы у него Тут Были Плохие Перспективы Довольно Так Знаете Что надо И надо Прямо сейчас Проезд Гиллиона Вот сюда Да Ну че Ты Прицепился Вот К моему Батлкрузеру Все Тебе Не нравится Мой Батлкрузер Мммм Ммм 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 О Вот это Четкий ЗС Который мне точно Выигрывает игру Вне зависимости От того Что дальше Здесь будет происходить Потому что Именно здесь Сконцентрированы Его основные Добывающие мощности Он сейчас Теряет всю Экономику И что бы он там Не заказал Я думаю Что он заказывает Муту Он тут уже Ничего не сделает Он заказывает Брудлорда Ваним Ну ладно Че ты Мы тебя вообще Пантьеру А что-то Не очень Пантьеру Я думаю Мы просто Через атаку Этих слонов Сейчас убьем И все Ну это ГГ Он Не может Уже ничего сделать Потому что У него нет экономики Сделаем еще Один проезд Просто Табу Неверлордов Какой-то Не понимаю Че он не выходит Батлкрузер Обратите внимание Вот Вот просто хочу Чтоб вы посмотрели На этого Батлкрузера Да Он вроде Всю игру Ничего не делал Но вы не представляете Как много он делал На самом деле Да-да-да-да-да-да-да-да То есть я понимаю Его сарказм Все что я сделал В этой игре Это очень талантливо Это Это прям Я вот талант От бога Но фишка в том Что именно так и работает Брутфорс Так и работает Грубая сила Да То есть мы с ним Игроки примерно Одного уровня Но я в этой игре Сверх уверенно победил Потому что просто Вот так работает Брутфорс Это правда Ну с этим ничего не поделать Ну да Талантливо В кавычках Да Сарказм Да Я все понимаю Но Сорри Бро Это так и работает Хорошо Затеррано Мы уже точно На сегодня закончили Мне нравится У нас 5800 уверенно и есть Это мне тоже нравится Что мне не нравится Ну давайте Наверное еще раз Запротся Вкатанем Может получится На этом закончить Может еще За зерга Сыграем Увидим Увидим Как пойдет Это противостояние Становится принципиальным Потому что Это тот же зерга Только теперь Мы сыграем В матчапе Протаса Против зерга Ну что Снова талантливый Старкрафт Как вы думаете Ребят Снова сыграем Талантливо Прям максимально Талантливо У меня просто Есть более талантливые Билды Чем тот Который я показывал В предыдущем ПВЗ У меня есть прям Максимально Талантливый Билд При котором Ты тоже Не пересекаешь Половину карты Вообще В принципе Да Давайте Слушайте Я прям хочу Я хочу Еще одну Талантливую Победу Грубой силой Все Сейчас будет Хотел сказать Сейчас будет экшен Сейчас не будет Экшена Все Перематывайте Там на 10 минут Вперед Ну может Будет экшен Но только Если он Этого захочет А я Ничего Не захочу Я захочу Только Имморталов Зил Этого Архона Встроить Есть Да Очень хорошие Билды Как бы С торги И там Можно Выживать Но они На самом деле Не очень Хорошие Не очень Убедительно Сфейковал Сейчас Потому что Его овер Хорошо висит Он там Как раз Все видит Ну да Ну с другой стороны Кстати То как висит Его овер Это Так можно Оп Можно проиграть Кугуаровским Трем Проксигейтам Знаете Есть такие Специальные Кугуаровские Так А я сейчас Газ собираю Как будто Под старгейт Вот я Точно определился Что я хочу Старгейт Потому что Мой талантливый Билд Наличие Старгейта Не подразумевает Он Слишком талантлив Для этого Ладно Нет Я думаю Старгейта Не будет Давайте Предположим Что он Не будет Чизить Просто Просто Предположим И все Мы Имитируем Старгейт Максимально Активно То есть Я прям Надеюсь Что он Поверит Не Ну Такой Фигни Не будет Устанем Сталкера Тогда То есть Он сразу Тремя Лингами А нет Ладно Ну что Начинаем Начинаем Талантливые Билды Ой А как Это Получилось Неудобно Ну Ну Ребят Это было Не талантливо Прям Максимально Не талантливо С моей стороны Супым Адептам Домой Здесь Смотрим Что происходит Он Начал Только Сейчас Пойдет Бывать Газ Ну И ладно Смотрим Я прям расстроился Того Как я этих Собак Пропустил Он ко мне Вроде Ничем Не бежит Это Хорошо Ну ладно Все У него Снова Есть Синфа Помните Я и в прошлой Игре оверлорда Очень тупо Пропустил В прошлой Игре Я тоже Очень тупо Дал ему Инфу Ну Как-то Так и Живем Постоянно Где-то Подтупливаем Но Так Давай Где-то Може Наглейшим Наглейшим Образом Выползаем На базу Плевать Плевать На твою Собаку Разведывать будем? Нет Плевать Дроны катаются Пошел Эволюшин Он играет Макро Так То что он играет Макро Это прекрасная Новость Безусловно Потому что Я не уверен Был в своей готовности Отбиваться От какой-то Чепухи Значит Наш главный враг При той стратегии Которой я сейчас играю Это мута Поэтому сейчас мы будем Очень тщательную разведку Проводить Постоянно Пытаясь понять Будет там мута Или нет По две иллюзии Которые будут заходить С разных сторон Как только мы видим Что там мута Мы Сразу Сразу Должны идти в атаку Прям Максимально быстро Четвертый газ В смысле Четвертая база Но без газа Газов у него уже Достаточно Но пока он строит Роучей Шпиля нигде не вижу Вижу Бейнлинг Нест Ну ладно Пойдем вперед По таймингу 2-1 Огромным количеством Гейтов К тому времени Мы будем обладать Он летает И видит абсолютно все То есть этот Версир Просто У меня На базах Прям на патруле Ченжлинги У него кругом Что за бред Давайте уже как-то Чуть более талантливо Сыграем Погоним Немножко Так Еще немного Гейтов Самое мало Все Можно Потихоньку Вылезать Из нашей берлоги Вторую призму Обязательно Только еще добавим Угу Так Он решил Что я слишком талантлив Со мной нельзя играть В макро Мне бы денежки Потратить Мои Маны на гардиан Нет Это плохо Хорошо Что он не забегает Потому что Я уже давненько Тут сижу На F2 Прям подсел Капитальное На эти F2 Ага Он уже на Nexus Прям Да Мои Агриться Но это плохо Не знаю Не знаю Что делать Пока Валить Ой Вот Саплай блоки Сейчас Это Ага Еще Минус один Пилон Не Саплай блоки Это прямо Ужасно Вы спрашиваете Почему я сижу дома Собственно Где мне сейчас сидеть Карантин Офигенная шутка Дарить Сам оказывает А4 Азное давление С которым я пока не могу справиться Объективно Будем пытаться Как бы Грейды Там еще есть Какие-то Да У меня все-таки 3-1 Скоро будут Я понимаю Что он сейчас Очень сильно впереди И мне как бы Надо что-то делать Но Слушай Хорошо что За все это время Так и не догадался Забежать Туда куда реально Надо было Забегать Вот Смотрел бы гайды По брутфорсу Этот зерк Да-да-да Именно сюда Давно надо было Это сделать Если честно Я думаю Что там просто Сейчас дикие заказмуты Но На случай Если вдруг нет Мы идем в атаку Мы пытаемся Что-то придумать У меня плюс 3 есть 9 гейтов У меня есть Призмы Вот этот Довар Обязательно Должен пройти А дальше Уже плевать На призму Чё тут Плёток Дураков нет Базы мы ему убивать не будем Там вообще бруды на подходе Поэтому мы просто идем вперед Брудовый Нужен морфит Сто процентов Может не в том что Не надо меньше Надо bling заказать Мы от них убегаем Есть база Какая себе база Тут базы нету Ну давайте анализировать ситуацию Сейчас все стало для меня куда лучше Я пришел ровно тогда Когда это требовалось Мне нужен Мне много чего нужно Короче Blink прежде всего Странно что он мне на twilight Не бросил contaminate Это было бы наиболее логично Ну и сейчас продолжим Просто летать призмой Мешать ему жить Прикольно 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 Все 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 Ты молодец Там много всего Мне убил Бла-бла-бла Я иду заканчивать Игру Вообще плевать что там дома Просто плевать Убивай Убивай Да давайте уже ребята Ну все Ну все Пишем где выходим Я думаю Я думаю это еще более талантливая игра Чем предыдущая С моей стороны То есть Прям Все грани Моего недюжинного таланта Должно было быть видно Этому прекрасному игроку Баланс Талантед Да Это было очень грубо В том числе Моя последняя реплика Но Как бы вам так сказать Как минимум Мне кажется Я достаточно убедительно Донес до вас мысль Что грубая сила Реально работает Да Что бы ни происходило В игре Какие бы странные вещи Не случались Брутфорс Позволяет Выигрывать На таком уровне Достаточно уверенно Кому мы проиграли Мы проиграли ЗВП спазу И мы проиграли ТВП 6500 протаса Все остальные игры Против более слабых И против равных соперников Выиграли Особенно две последних Хороших игры Против равного Мне по уровню зерга Я думаю что это Прекраснейшая Концовка Для нашего Сегодняшнего ролика Обязательно Делитесь своими отзывами В комментариях Как вам грубая сила Для вас играл И комментировал Алекс 007 Подписывайтесь на канал До новых встреч Всем пока И удачи Услышимся Субтитры создавал DimaTorzok